Я вас познакомлю с одним случаем интересным, но учитывая то, что онкологические больные не очень любят вспоминать о своих диагнозах, особенно когда они выздоровели, мешает суеверие, боязнь, различные предрассудки, то эту историю вам расскажет муж моей пациентки, у которой была довольно сложная ситуация. Это молодая девочка, диагноз был меланома, уже с поражениями головного мозга, плюс она гипотоник, анемия, то есть сложный организм. В процессе лечения мы решали и другие сложные задачи, и в этом маленьком интервью, которое дает Антон, вы все... День добрый, значит, на сегодня есть уникальная возможность рассказать ту историю, которую бы хотелось поделиться с каждым человеком, кто это услышит, послать свой, ну скажем, принять участие в том глобальном проекте и процессе, которым занимается Юрий Иванович Шульга. Итак, значит, наша история какая? Случилось такое событие, что у жены были родинки, у нее интуитивно было подозрение на то, что с этими родинками что-то не есть хорошо. Мы сходили к дерматологу на специализированный анализ, сдали, ей вырезали родинку, сделали специальную процедуру, напомните, как она правильно называется? Гистология? Да, мы сделали гистологию, и на выходе оказалось, что в ее родинке есть клетки онкологические, то есть меланомы. И с нашим диагнозом пришел к хирургу, там и говорю, ну вот что делать? Он говорит, что, как бы вырезать и дальше смотреть, отрезать, не понимая причины. И я задавал вопрос, как бы, а вы знаете, откуда это берется, откуда, что является первой причиной этого? Он не мог это сформулировать, это хирург при серьезном киевском центре. И, соответственно, после этого хирурга, который является одним из суперкрутых специалистов, который круто умеет разрезать людей и чего-то там вырезать, но он не понимает природы процесса, и он не может сформулировать, как бы, не понимая причины, как человек может работать со следствием. Юрий Иванович здесь мне дал конкретные аргументы, и я, понятное дело, их анализировал и проверял, скажем, да, то есть тебе дают информацию, ты ее перепроверяешь и смотришь, ага, есть это или... То есть, как бы, да, соответствует это какой-то логике или нет. Потом было знакомство с заведующей одного из, скажем, центров коблогобальных больниц, где занимаются вопросами лечения араб. При личной беседе, задав вот прямо в лоб, перед этим я почитал статьи Юрия Ивановича, где расписана причина, почему это происходит, какая статистика, что делают, что это не работает. Говорит, владев этой информацией, я уже твердо уверенно сел и задал этой женщине, глядя в глаза вопрос, вот я к вам прихожу, привожу человека, вы сможете, какая вероятность того, что вы преодолеете этот диагноз, и вы поставите человека на ноги, и вы гарантируете, что все будет хорошо. На что она не смогла даже ничего ответить, сказала, что по факту мы не можем, глобально мы с этим не знаем, как работать, мы не знаем, что делать, и статистика просто сумасшедшая. Я начал искать альтернативные варианты, то бишь, что на руках сложно было на душе в том, что ты понимаешь, что это сложнейший диагноз, что на сегодняшний день это ужаснейший болезн, который не лечится, по сути, либо какие-то есть единичные случаи успешные, которые непонятно, каким образом там достигаются. И я начал искать, задавать во внешний мир вопрос, как бы как мы с этой ситуацией, что делать. По итогу познакомился я с Юрием Ивановичем. Значит, Юрий Иванович на тот день меня проконсультировал, проакцентировал внимание на очень серьезные и важные вещи, то есть о причинах. Откуда возникают причины онкологических заболеваний. Как оказалось, для меня это было открытие, это еда. То есть неправильный образ питания является первой причиной. Я всецело доверил себя, скажем, Юрию Ивановичу, оперся на его опыт, знания и все, что он говорил. Я конкретно к этому прислушивался, мы обсуждали, анализировали. Он, как специалист, показал себя на суперкрутом профессиональном уровне, все объясняя доходчиво, то есть не имея, я не имел профессиональных знаний в медицине или в этом, просто здравый смысл помогал мне, слава богу, понять то, что мне говорят. И я четко понимал, что мне нужно делать. Так как я по своей практике занимаюсь координацией проектов в строительстве, то я понял, что моя роль это тот проект-менеджер, который контролирует сроки, качество и выполнение тех операций, которые у нас идут. Так вот, мы сформировали автотренинг, начали работать с психологическим состоянием. Потом, так как у меня были некие навыки в области смешивания разных лепитков и всего остального, я понимал, что то, что Юрий Иванович предлагает, это некие настойки на травах, что они не могут навредить, повлиять. И поэтому я абсолютно спокойно, тоже Катя говорил о том, что не обращая внимания, это вкус, цвет, я до конца сам не знаю, никогда не пробовал те вещи, которые Юрий Иванович давал, но в принципе у нее не было, опять же, мы для себя решили, что назад дороги нет, мы только идем, только вперед. Юрий Иванович дал методику. Самое важное, что дал теоретическую часть, дал практическую часть. Важно то, что дал координаты неких людей реальных, с которыми я посозванивался, я понял, что да, вот, есть реальный результат. А как можно понять то, что штука работает? Ты берешь, смотришь на людей, если люди добились положительного результата, значит, это можно тоже примерять на себя и добиваться того же результата, который когда-то кто-то тоже добился. Вот, значит, потом мы начали с того, чтобы поднимать моральный дух непосредственно Кате. Но это важно было, почему? Потому что у Кати, ну, она такое хрупкое хрустальное создание, и там были риски. То есть, когда мы анализируем меланому, мы прекрасно понимаем, что ее веер может развернуться в любые органы. И учитывая то, что у Кати были тканевые и гормональные риски в области головного мозга, было понятно мне уже тогда, в таком направлении это будет двигаться. И поэтому вот действительно психологическое состояние, чтобы не было перегрузок нервной системы, перезагруженного мозга, они требовали 24-часового контроля, который я, естественно, осуществлять не мог. И вот Антон взял на себя как раз эту функцию моего помощника. То есть, фактически, это была командная работа, где Антон выполнил роль старшей сестры. Вот таким образом, скажем. Да, и это было очень важно. Почему? Потому что интуитивно это любимый человек, это дорогой, это жена, это тот человек, которого ты любишь, и понятное дело, ты понимаешь. Да, в процессе лечения решались разные задачи. Общение было плотным, фактически регулярным, общались по скайпу. Но в процессе, значит, у Кати вдруг возникла мысль интуитивная, вот она высказала желание займеть второго ребенка. Ну, процесс до конца еще не был лечения завершен, но тем не менее, понятно, что эти мысли у нее ураились не один день. И вот она где-то уже, видимо, внутри чувствовала, что она с задачей справится. И она поставила нам такую задачу. Я уже говорил о том, что были определенные проблемы с головным мозгом, был ненормальный цикл, ненормальный гормональный уровень, и нужно было работать в этом направлении. Мы сдали все необходимые анализы, и параллельно с работой по основному диагнозу мы начали решать задачу, чтобы у нее, как бы, эволюционный период был нормальным, то есть, чтобы у нее все получилось. И вот я хотел бы, чтобы Антон рассказал о маленьком таком событии, которое у них произошло в семье на фоне всех этих наших попыток. Да, классный вопрос теперь. Но Юрий Иванович, я напомню, что, Юрий Иванович, это Ваш был посыл от чего? Вы сказали, что в нашей ситуации идеальный расклад, в нашем случае идеальная ситуация, это если бы Катя еще поймела второе дело. Вот это, так вот, был сбит гормональный фон, и на том уровне, мне, Юрий Иванович, объясню, что детей мы иметь не можем. Потому что сбить гормональный фон, и априори, это физически невозможно. Благодаря работе с ферментами, благодаря Юрию Ивановичу наладил гормональный фон у жены. В итоге мы сейчас, наконец, в мае, начало июня, ждем девочку. То есть, у нас уже вот-вот Лея Антоновна. Мы ее ждем. Беременность проходит отлично. Нет никаких проблемных вопросов. И беременность прошла без проблем, да? Без проблем. То есть, все отлично, все хорошо, все прекрасно. Второй важный, важнейший фактор. Мы на протяжении определенного времени идем в профессиональную клинику дерматологическую. Постоянно посещаем там Евродермию. Наверное, не помню, с какой периодичностью Юрий Иванович нам задал этот, ну там, раз в три месяца, или когда вот мы недавно были, где полностью у нас есть снимки карты Родины, зафиксированные. То есть, на одном из самых крутых оборудований в Киеве физический человек, а он, он же этот человек, и нам поставил диагноз, ну, он мне дал высновок того, что нам, как бы, он говорит, я понимаю, как бы, твою ситуацию, но риск там, ну, или вероятность выживания там вашей жены минимальная, что с таким диагнозом он непобедимый. И когда я ему прихожу, привожу жену, у которой уже, как бы, нет никаких вопросов, то он мне, конечно, он не знает вопрос, это как, а, 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 я говорю, ну, нетрадиционным способом, как бы, решили, вот, мой посыл какой, то есть, верьте Юрий Ивановичу вас, доверяйтесь ему два, и третье, беспрекословно выполняйте то, что он говорит, прям до маразма это должно быть, то есть, в любые детали нужно углубиться до такой степени, понять природу, что ты делаешь, что-то, чтобы человек понимал, что он прет, то вещество либо делает, там, обтирание, для чего там.